Добрый день, друзья! Немецкий разговорный по адаптации метода Мишеля Томаса с Ириной Цирургиковой и моей интерактивной указкой. Урок 12. Выучим новые слова. Начинать по-немецки beginnen или anfangen. Приставка an отделяемая. Состояться по-немецки stattfinden. Приставка statt также отделяемая. Beginnen, be, неотделяемая приставка. Фильм по-немецки, повторяем это слово, der Film. Koncert, das Konzert. Занятие, der Unterricht. Языковой курс, der Sprachkurs. Давайте переведем эти два предложения на немецкий язык. Когда начнется концерт? Wann begin das Konzert? Wann begin das Konzert? В котором часу начнется занятие? Ум вещеђр фэнкт де унтеррићт ам? Ум віщеђр фэнкт де унтеррићт ам? Пистафка ан отделяемаяς в стола концерт оглашение. Фильм начнется в девятнадцат часу. Когда и где состоится концерт? Ван и вовсе, когда и где состоится концерт? И ставка штат оделилась, и ставка за предложение. Ван и вовсе, когда и где состоится концерт? Мне сейчас начать. Проверяем. Золи хьез амфанген? Золи хьез амфанген? Когда мне следует начать? Ван золи амфанген? Ван золи амфанген? Я начал два варианта. И хьез амфанген? И хьез амфанген? Когда начался фильм? Введите это предложение на немецкий. Ван хать де фим бигонен? Это перфект. Хак мы не переводим на русский язык. Это вспомогательный глагол. Хау мы спекаем в форме. И в конце стоит партицеп 2. Отметим форма глагола. Бигонен. Ван хак де фим бигонен? В котором часу начался концерт? Ум вифле ура хат дас концерт ангепанен? Ум вифле ура хат дас концерт ангепанен? Вчера по-немецки gestern. Возавчера – vor gestern. Ви дня назад – vor drei Tagen. В дателе в плюрале, в односном числе, в существительном добавляется окончание n – vor drei Tagen. На прошлой неделе – letzte Woche. Прошлым летом – letzte Sommer. Последний раз – letzte Smell. Сделал по-немецки – Handgemacht. И это перфект, сложное прошедшее время. Вспомогательный глагол «haben lieber sein» в презенте мы спекаем. И в конце предложения мы ставим по-немецки 2 третью форму глагола. Виставка «ge» – основа в конце «t» у слабых глаголов. Итак, сделал «Hatgemacht». Пискал «Hatgesucht». Спросил «Hatgefacht». Ответил «Hatgeantwortet». Если основа глагола заканчивается на «t», то в третьей форме по-немецки 2 добавляется гласное «n». «geantwortet». И теперь переведем наше предложение в прошедшем времени «perfect». Что ты в прошлом летом делал? Что вы здесь искали, длина назад? Was haben Sie hier vor drei Tagen gesucht? Was haben Sie hier vor drei Tagen gesucht? Извините, что мы через Россию? Entschuldigung, was haben Sie gestern gefragt? Entschuldigung, was haben Sie gestern gefragt? Почему ты мне позавчера не ответил? Warum hast du mir vor gestern nicht geantwortet? Работал по-немецки «Hat gearbeitet»? Играл «Hat gespielt». Ты работал на прошлой неделе? Hast du letzte Woche gearbeitet? Когда вы играли футбол последний раз? Ванн haben Sie letztes Mal футбол gespielt? Ванн haben Sie letztes Mal футбол gespielt? Понял, «hat verstanden». Купил, «hat gekauft». Заплатил за «hat bezahlt für». Сколько, «wie фи». Вы меня поняли? Haben Sie mich verstanden? Haben Sie mich verstanden? Я тебя не понял. И haben Sie sich nicht verstanden? Когда вы купили дом? Ванн haben Sie das Haus gekauft? Сколько денег ты заплатил за эту машину? А wie viel Geld hast du für dieses Auto bezahlt? Wie viel Geld hast du für dieses Auto bezahlt? Я хотел, ich wollte. Я мог, ich konnte. Я должен был, ich musste. Это при кейту, простое прошедшее время в модальных глаголах. Wollte, konnte, musste. Я хотел вчера поехать в Берлин. Помним, что после модальных глаголов, неважно, в настоящем или прошедшем времени, в конце всегда стоит инфинитив смыслового глагола. Ich wollte gestern Ambelin fahren. Ich wollte gestern Ambelin fahren. Но не смог это сделать. Но не смог это сделать. Но я хотел. Но я не мог это сделать. Только не могу. Но я должен был остаться в Кölне. Их мостоин кёйн гляден. Их мостоин кёйн гляден. Приехал по-немецки ist gekommen. Пошёл – ist gegangen. Поехал – ist gefahren. Это глаголы движения, перемещения в пространстве, поэтому они строят перфект с вспомогательным глаголом sein. В данном случае в форме ist. Встал – ist aufgestanden. Полетел – ist gefahren. Приехал глагол движения, а уж ты – глагол смены состояния. Савина поехала в Мюнхен на поезде, а Карл полетел туда на самолёте. Савина ест ми дам Зуг на Мюнхен гляден, и Карл ест ми дам Зуг на Мюнхен гляден. Савина ест ми дам Зуг на Мюнхен гляден, и Карл ест ми дам Зуг на Мюнхен гляден. Хельда встала 7 часов. В 8 она пошла в школу. Когда ты вчера приехал домой. Видите, это предложение на немецкие. В 8 она пошла в школу. И теперь давайте выучим несколько возвратных глаголов с возвратным представлением sich. Одеваться по-немецки sich anziehen. Выставка an отделяемая. Чувствовать себя sich fühlen. Отдыхать sich erholen. Ссориться sich streiten. Жаловаться sich beschweren. Медленно, по-немецки langsam. Ребенок одевается медленно. Поставка an отделяемая. Она ставится в конце приложения. Как вы себя чувствуете? Где ты хотел бы отдохнуть? Я хотел бы у моря отдохнуть. Я хотел бы отдохнуть. Я хотел бы отдохнуть. Я хотел бы отдохнуть. Они часто ссорятся и жалуются. Мы заканчиваем двенадцатый урок. Выучите все фразы. Пробуйте строить свои предложения на немецком. А я прощаюсь с вами до следующего двенадцатого урока.